После череды громких убийств тема бытового насилия в Казахстане снова на пике обсуждения. Широкая огласка в СМИ и социальных сетях стала определенным оружием для жертв бытового насилия, триггером для общественных дискуссий и шансом на спасение. Ведь самым опасным местом в мире, как выяснилось, может стать собственная квартира, а убийцей самый близкий человек. Ежегодно от рук своих мужей в Казахстане погибают не менее 80 женщин. Согласно официальным данным в полицию каждый год поступают более 100 тысяч обращений. При этом имеется небольшая динамика по снижению подобных преступлений. В прошлом году поступило 99 тысяч заявлений. Это только официальные данные, а значит верхушка айсберга. Мы решили разобраться в причинах семейно-бытового насилия, разобрать текущую ситуацию. Для этого мы встретились и записали интервью с представителем полиции, адвокатом, депутатом и главой общественной организации. Статистически нет никакого роста, но поскольку эта тема более стала популярнее обсуждаться, она стала выходить из тени, ранее как принято, как сказать, не было принято выносить ссор из-за зыбы. Люди умалчивали об этом и не сообщали ни в полицию, терпели годами насилие, скандалы дома, которые в последующем зачастую приводили к более тяжким последствиям, в том числе со смертельным исходом. На сегодня 80% подобных преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, в основном так называемые абьюзеры – это лица от 30 до 50 лет, имеющие среднее образование. 79% из них безработные или люди без постоянного заработка. Однако, по мнению специалистов, в так называемой группе риска находятся все, вне зависимости от социального статуса и финансового положения. По риску все входят. Иногда бывает человек очень сильный, достаточно, но бывает какое-то здоровье, еще где-то пошатнул, где-то что-то уже вот так, и кто-то хочет просто оказать давление. Есть какие-то стереотипы, они мешают. Ну вот, вы знаете, побили женщину, она там что-то не так сделала, он там выкинул, еще хвастается, вот она не умеет готовить, в лицо швыряет и все такое. И там я видела комментарии, говорит, правильно ты сделал, молодец, братан, потому что там что за женщина, которая не умеет готовить. Вы видели, да? По данным правоохранительных органов, основными причинами бытового насилия являются проблемы с трудоустройством, финансовые трудности, алкоголизм, наркомания и лудомания. Безнаказанность домашних агрессоров, равнодушие общества и низкая правовая грамотность жертв бытового насилия могут привести к особо тяжким преступлениям. И знаете, я пришла к такому выводу, что все начинается с бытового насилия. Анализируя все дела, где речь идет о сексуальном насилии, родными отцами своих детей, всегда, не 99%, а 100%, все эти отцы изначально избивали своих жен. Было домашнее насилие, бытовое насилие. Они до такой степени избивали жену, потом дома дети боялись сказать, боялись маме сказать, что папа уже насилует их, потому что они боялись, что он может маму убить. По мнению общественников, одним из наиболее эффективных инструментов против домашних агрессоров является общественное порицание. У них должно быть четкое понимание, что преступление внутри четырех стен не останется семейной тайной, а непременно станет достоянием общественности. Для агрессора, например, ему очень комфортно, когда он в закрытой обстановке сидит дома и со своей супругой один на один может делать все, что хочет. Но если общество ему говорит, даже если ты находишься дома, и даже если ты считаешь ее своей собственностью, мы тебе не позволим так себя вести, потому что ты становишься автоматически опасным для всего общества, что это не является вашей личной ситуацией, это является общественной проблемой. И мы будем всячески порицать такие действия, когда агрессору чего не остается соблюдать правила. Само понятие бытовое насилие в казахстанском законодательстве появилось не так давно, в 2009 году. Наряду с ростом общественных дискуссий росло неприятие к бытовому насилию. Менялись, соответственно, и законы. Раньше жертва и домашний агрессор могли спокойно примириться, и преступник мог уйти от наказания. Самое страшное — это законы, которые касались примирения сторон с жертвами изнасилований, с жертвами сексуального бытового насилия. И отсюда, знаете, 20 лет люди примирялись с насильниками. Естественно, у них сложилось мнение такое, что женщина способна на примирение с насильником, женщина способна прощать, и женщина способна соглашаться на насилие ради вознаграждения. То есть вот такое мнение в судах очень часто культивируется, когда люди говорят, «Ну, примиритесь, он же ваш муж, не портите жизнь своим детям, не оставляйте вот эти следы для своих детей, это же отразится на их будущем». Поэтому здесь нужно работать законодательно. Если закон изменит, если закон ужесточат, и если будут нормы такие, как в Европе, например, тогда примейте ментальности, примейте отношение к этой проблеме. В прошлом году закон о бытовом насилии в некоторой степени ужесточили. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. «Мы отошли от штрафов, поскольку время штрафов ложилось на семью, и семья вынуждена была из семейного бюджета оплачивать эти штрафы. Усилили меру наказания в виде ареста административного на сегодняшний день, а он может быть назначен от 5 суток до 25 суток административного ареста. Кроме того, в ряде по ряду статей мы исключили предупреждение». Тем не менее, по мнению общественников, текущие поправки недостаточны. Необходимо и дальше совершенствовать законодательство. О необходимости ужесточения наказания за семейное бытовое насилие неоднократно заявлял и глава государства. Новые поправки примут в самое ближайшее время. «Превентивная работа здесь играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание. Как вы знаете, я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время». На сегодня полиция старается заниматься, так сказать, перевоспитанием домашних агрессоров с помощью психокоррекционных курсов. Пока в пилотном режиме и пока все добровольно. Полиция выявила 500 человек, склонных к бытовому насилию, и предложила пройти им тренинги. Согласились и прошли их всего 117. «Мы изучили опыт Великобритании. Допустим, если ранее там было очень большое количество таких обращений, они начали установить, в чем истинные причины, допустим, совершения бытового насилия. Во-первых, ужесточать наказание, допустим, это не есть правильно, потому что необходимо устранять причины и условия, способствующие совершению. И, допустим, обучение граждан, именно как корректировать свое поведение, именно как сдерживать свою агрессию, это повлияло на снижение количества бытового насилия, разрешение, допустим, вопросов таких, как трудоустройство, другие социальные, допустим, проблемы. Это практически свело к минимуму бытового насилия в этой стране. Поэтому пути пошли и другие страны, в том числе и хочет Казахстан пойти». «Я лично считаю, что нужно делать так, криминализовать нужно, обязательно должно быть в уголовном кодексе эти легкие телесные повреждения, к примеру, вот я вот пример привожу, и оно должно быть публичным обвинением, и плюс, когда дают какие-то сроки, надо, чтобы не менее 6 месяцев, и эти 6 месяцев он должен принудительно, это как лечение проходить, воздействие воспитательного характера». В парламенте, например, уверены, что одна из необходимых превентивных мер – это укрепление семейных ценностей. И эту работу необходимо вести не только в семье, но и в образовательных учреждениях. «Будан бөлек, біз ер балаларымыздын тәрбесін қайтадан қарастырумыз қажеттеген ойдамын. Тағы да лүкен мәселе, біз қыздарымызды сыйлауға, күрметтеуге, сонымен қатар жалпы бала бақшадан бастап, адамның құқыттары туралы, адамның құқыттарын қорғап сақтауға байланысты, дәрің құқыттарын қыздарымыздық дәрің іштіп жасыздықтарын қыздарымызды» Одним из ярких показателей масштабности проблемой семейно-бытового насилия в стране является тот факт, что в МВД создадут специальное подразделение, которое будет оказывать помощь пострадавшим от домашних агрессоров. Новые поправки примут достаточно скоро. Их эффективность на практике можно будет оценить уже в следующем году.